На нынешнем Пекинском кинофестивале большое внимание уделяется картинам, которые были созданы благодаря проекту «Венчурный капитал». Привычные механизмы поддержки и кинематограф не в полной мере отвечают тем творческим замыслам, которые хотели бы реализовать молодые кинематографисты. И поэтому новый подход в финансировании начинающих режиссеров открывает скрытые грани современного китайского кино. Подробнее у наших корреспондентов. Цзю Цзю Цзин из поколения 80-х. Креативный и смелый режиссер с особым взглядом на жизнь. Ее работа «Лето за шесть недель» участвует в отборе «Венчурного капитала». Девушка два года продумывала детали картины, работала над сценарием и уже через три месяца станет ясно, зацепит ли ее идея владельцев капитала. И уже тогда у Цзю Цзин появится шанс на так называемое дорожное шоу – презентацию публики 15-минутной нарезки своей картины. Для молодых режиссеров самое трудное – найти актеров. Все очень заняты, у них даже нет времени почитать сценарий. И к тому же мы молодые и неизвестные. А кинофестиваль предоставляет нам справедливую модель соревнования. Всего 10 сценариев могут принять участие в дорожном шоу в рамках проекта «Венчурный капитал». И учреждены также 10 наград и премии поддержки молодых и талантливых режиссеров. Ян Цзи со своей работой «Выйти из тишины» нашел финансирование два года назад и уже попал на кинофестиваль благодаря новой форме поддержки. По времени 2014 года я принял участие в проекте «Венчурный капитал» из Губрики Кореи. Но чтобы получить одобрение на финансирование и нового взгляда на искусство недостаточно. Будущая картина должна быть с успехом принята на кинорынке. В конце концов, сам смысл венчурного инвестирования заключается в том, чтобы удачно вложиться в проект на начальной стадии, а потом продать его как можно дороже. «Молодым режиссерам необходимо понимать, что они хотят снимать – коммерческие фильмы или неформатное кино. Если речь идет о бардхаусном кинематографе, то здесь нужно впечатлить своим стилем и формой подачи. Но если это коммерческий проект, мы должны гарантировать доходную часть». По итогам отбора пройдет специальный форум с выпускниками проекта «Венчурный капитал». В дискуссии примут участие и инвесторы, и представители кинопродакшн. «В каждый год мы выбираем 20 произведений, и с их авторами мы обсуждаем замысел и идею. Потом 10 человек становятся участниками дорожного шоу. В жюри мы приглашаем опытных кинопроизводителей, и они видят то, что может стать удачным вложением. И таким образом молодые режиссеры могут с успехом реализовать свои мечты». «Венчурный капитал» стал эффективной платформой для поддержки молодых режиссеров. В этом году за 40 дней для участия в проекте пришло 674 заявки. Это на 219 работ больше, чем годом ранее. Интересно, что большая часть сценариев на любовную тематику. На втором месте – комедии, дальше идут экшн-фильмы. Заметно выросло и число фантастических тем. Кстати, это новая и свежая тенденция на китайском кинорынке. Сичуна, Олеся Корзун, ССИТВ.